Этот самолет героически воевал с немцами. Знакомиться с историей создает своими руками. Денис Чешкала смотрел фильм про самолет-победитель. После киносеанса решил с точностью повторить модель легендарной техники. Самое главное в этом самолете то, что надо прикрепить крылья крепко. Или иначе самолет развалится, потому что крыло укрепляет саму бутылку. Крылья нужно скрепить с помощью вот этой палочки. Свою работу ученик третьего класса принес на школьный этап выставки технического творчества, которая проходит в нескольких номинациях. Спортивно-технические модели, диорамы, лего-конструкции, технические игрушки, дерево и металлообработка. С 8 февраля в нашей школе проходит школьный этап городской выставки технического творчества, который организован отделом по делам молодежи и станцией юных техников. Приурочена эта выставка к 23 февраля. Проходит она ежегодно. Работы приносят в основном мальчики с 1 по 11 класс. Те, кто самостоятельно спустерили работу или ходят в кружки, как Никита Сулимов, который занимается техническим творчеством. Туда хожу год. Мы там учимся программировать всякие на лего-конструирование машины, программировать. Учимся их собирать сами. В школе проводится выставка. Я сделал вертолет на эту выставку. Тут находится кабина. Тут находится сура, где управляет пилот. Тут находится круг для спасения, если надо кого-нибудь спасти. Среди всех работ выделяются две. Корабль с картонными парусами, высокими мачтами и канатами из ниток. И поздравительное панно из соленого теста. Это единственная работа в такой технике. В основном школьники делали летательные аппараты. Этот самолет Биплан. Его так назвали, потому что с двух сторон по два крыла. У него есть хвост и необычная структура. Я сделал пожарный самолет, который может тушить пожары. Пожарный самолет мог взять какую-нибудь, например, Волгу, наполнить там воды, прилететь, потушить пожары. Самолет Буран, который попал в космос 15 апреля 1908 года. И в экипаж вмещается до 10 человек. Подставку я делал из подсветов. Сам самолет я делал из картона. И потом сверху уже покрыл туалетной бумагой и раскрасил. Победители школьного этапа принесут свои работы до 15 февраля в станцию юных техников. В научном этапе работы сфотографируют и представят в виртуальной выставке. Позже среди всех работ выберут победителей в каждой номинации в двух возрастных категориях. Продолжение следует...